И получается это очень даже хорошо. Разные по форме материалы, из которого они изготовлены и отображают разные эпохи. Но принадлежат руки одного мастера. Экспозиции Ахмеда Имагожева несколько видов оружия. Около 20 топоров разных периодов собственного производства с ручной росписью, от серебристых завитков до красочных пейзажей. Экспозиции Ахмеда Имагожева несколько видов. Не просто декоративные, а самые настоящие. Старина топоры подразделялись на виды в зависимости от применения. Их использовали как орудия труда в быту и в хозяйстве. Боевые от других отличались изящностью формы. Некоторые работы сочетают два стиля. К-12-я. Тот же самое. К-12-я. Тот же самое. Здесь можно не только посмотреть и потрогать. Выставка приобрела характер семинара. Каждый желающий мог задать интересующий вопрос автору. В числе гостей – народный художник республики Хош Ахмед Имагожев. Мастер принял тоже участие в создании топоров. Так сказать, просвещал в истории Ахмеда Имагожева. Аланский топор джау-дик называется. Джау – это молот, дик – это топор. Топор-молот, да. Он был и применялся как для рубки больших толстых деревьев, стволов. Ударная сила у него огромная. С длинной ручкой, мощная. Ну и в боевых условиях тоже. Дарбал – это тяжелый пехотинец. Они применяли эти топоры. Предметы археологии, как правило, поступают в музей вследствие археологических раскопок и случайных находок жителей. Особой изюминкой становятся такие экспонаты. Сегодняшняя выставка позволяет узнать все о кузнечном мастерстве древности. Здесь мы видим каменные топоры, бронзовые топоры, железные топоры. Также у нас представлена уникальная выставка мастера Имагожева Ахмеда Мусаевича, который слюбезно нам предоставил свою выставку. И в дальнейшем у нас намечается обширная выставка. Там будут не только топоры, там будут и сабли, и очень многое другое. И, конечно же, выставка у нас будет проходить несколько дней. Всех желающих, кому интересна наша выставка, мы вас приглашаем. Выставка «Эволюция топоров», в составе которой большинство работ Ахмеда Имагожева продлится в Краеведческом музее на протяжении этой недели. Посетить ее может любой желающий. Хавагагиева, Ахмед Горбаков, Новости 24.